Больше всего претензий в ходе внеплановой проверки оказалось к одной из иркутских поликлиник. Там чиновники обнаружили просроченные лекарственные препараты, копоть и паутину на потолке. Не досчитали все огнетушители, а ключ от аварийного выхода персонал и вовсе искал 10 минут. Сегодня мы решили приехать в эту поликлинику и проверить, успели ли медики устранить нарушения. Уже с порога ясно. Частоты в иркутской поликлинике номер 11 можно не ждать. Бахилы здесь не носят. Даже после проверки Минздрава, которая состоялась на днях, свободного доступа к ним нет. Бахилы есть в гардеробе для самых принципиальных. Посетителей в бахилах найти так и не удалось. Впрочем, грязь в коридоре появляется не только с обуви. На пол опадает побелка и краска со стен. И это даже никого не удивляет. Все уже привыкли. Городская больница. Ничего сверхъестественного. То есть это нормально? Относительно. Смотря с какими больницами сравнивать, конечно же. Увидели лучше? Да. Ну, как правило, это платные. Оплачивается работа поликлиники за каждого прикрепленного пациента. Их здесь много. Почти 18 тысяч студентов и еще тысяча местного населения. Текущий ремонт, утверждает сама главврач, можно позволить. Но его не делают по другой причине. Потолки очень высокие. Здесь надо устраивать леса, для того, чтобы покрасить потолки, стены верхнюю часть. Поэтому это тоже мы не можем во время проведения медицинских осмотров. Медосмотры здесь явление частое. Комиссия из Минздрава считает, что количество влажных уборок должно быть соответствующим. Но сколько их на самом деле, не ясно. Одна из главных претензий проверяющих касалась частоты горизонтальных поверхностей. Они обнаружили на них толстый слой пыли. После проверки прошло два дня. Здесь чисто. А вот на подоконнике грязь. Как с ней справляются, сегодня проверяли сотрудники Роспотребнадзора и главный эпидемиолог Иркутска. Им удалось найти график уборки, который пару дней назад не смогла обнаружить комиссия из Минздрава. Знаете, что нет журнала? Журнал есть. Сегодня 7 число проведено уборка. Это вот потому, как он... Это вот полк, просто его найти не могли. Был не рабочий день. Работу учреждения в Минздраве взяли на карандаш. Это значит, что в любой момент может прийти повторная проверка. Пристальное внимание, возможно, заставит посетителей этой поликлиники поверить, что порядок возможен даже в бесплатном здравоохранении. Лада Рыбакова, Владимир Пинаев, Новости по будням.